Подробнее о вакцинации поговорим со специалистом. К нашему эфиру сейчас присоединяется Михаил Каган, заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медицинских работников. Врачу.ру. Михаил Юдович, здравствуйте. Один из создателей вакцины AstraZeneca заявил, что населению не удастся достичь коллективного иммунитета к ковиду, поскольку Дельта-штамм оказался сильнее созданных вакцин. Вообще, согласны с такими прогнозами и к российским вакцинам это тоже относится? Нам не победить? Да, мы видим, что мы знаем, что все вакцины сейчас одобрены, но мы назовем их первым поколением вакцин, они были созданы к эс-белку китайского уханьского штамма, а у штамма Дельта, который сейчас доминирует везде в мире, в том числе и в России, эс-белок изменен. И поэтому частично этот штамм уходит от иммунитета и может инфицировать вакцинированных. Но задача вакцин сейчас другая, понимаете? Вот мы, например, знаем, что при, скажем, гриппе умирает примерно один из двух тысяч инфицированных, а при коронавирусе один-два из ста. То есть вакцина переводит коронавирус в более безопасную инфекцию, фактически, в грипп для тех, кто вакцинирован. Поэтому если мы все вакцинируемся, коронавирус станет менее опасным для нас. Он будет, видимо, вызывать вспышки и, возможно, тогда станет сезонным, потому что летние климатические факторы при наличии массовой вакцинации будут мешать ему вызывать большие подъемы. Но опасность всех этих вспышек будет не выше, чем опасность сезонного гриппа, я так думаю. Поэтому понятно, что коллективный иммунитет, прекращающий пандемию, видимо, труднее достижим при появлении дельта-штамма. Но перевод инфекции в более безопасную вполне реален. Выходит, независимо от штаммов, прививаться все-таки нужно. Да, потому что, понимаете, вакцины ведь имеют значение как в плане защиты каждого конкретного человека, так и в плане того вообще, как мы контролируем пандемию, что происходит. Вакцина сейчас защищает не очень хорошо, хуже от самого факта инфицирования. И более того, инфицированные вакцинированные люди могут распространять вирусы дальше. Поэтому это затрудняет достижение коллективного иммунитета. Но вакцины очень хорошо защищают от тяжелого заболевания, от госпитализации, от смерти. То есть мы сейчас вакцинируемся от смерти, чтобы не умереть. И это нисколько не уменьшает значимость вакцинации.